Отличный аромат может повысить вашу уверенность в себе, увеличить вашу привлекательность и даже улучшить ваше внимание и концентрацию. Но почему одни флаконы продаются менее чем за 20 долларов, тогда как другие стоят сотни баксов? С вами Томас на канале Realman Real Style, в сегодняшнем видео я буду говорить о различиях между дешевыми и дорогими ароматами. Во-первых, вы можете заметить большую разницу между вашим дешевым и дорогим парфюмом в том, как долго они на вас держатся. Как правило, более дешевый аромат будет держаться несколько часов, а более дорогой может целый день. Более дешевый аромат почти всегда это туалетная вода вместо парфюмированной воды. Но что же означают эти слова? Аббревиатура EDT и EDP имеют отношение к тому, насколько концентрировано во флаконе парфюмерное масло. Остальную часть жидкости составляют спирт и вода. В туалетной воде от 5 до 15% масла, в парфюмерной от 15 до 20%. Так что аромат EDP будет сильнее, будет дольше длиться, но выйдет дороже из-за большей концентрации масла. А теперь давайте поговорим о сложности. У аромата может быть три группы нот. Верхние, средние или сердцевинные и базовые ноты. При первом распылении аромата вы в основном почувствуете верхние ноты, которые будут наиболее заметны в первый час. Когда аромат начнет оседать, вы можете почувствовать сердце и базовые ноты, которые добавляют аромату глубину и сложность. Проблема в том, что у ваших дешевых ароматов часто отсутствуют эти более глубокие ноты. Иногда у них есть также и сердечные ноты. Так что, выбирая более дорогой аромат, вы получите более глубокий и изысканный парфюм. При этом есть некоторые дешевые ароматы, которые пахнут просто невероятно. Но есть и много тех, чье качество оставляет желать лучшего. Поговорим об ингредиентах. Честно говоря, чаще всего вы не увидите большой разницы между ингредиентами в дешевом и дорогом парфюме. В обоих вариантах ингредиенты будут в основном синтетическими. То есть, натуральные ингредиенты вы, скорее всего, сможете найти в элитных ароматах. Некоторые из этих дорогих натуральных ингредиентов включают жасмин, ууд, сандаловое дерево и амбру. Но в среднем стоимость ингредиентов в одеколоне составляет всего от 3 до 5% от розничной цены. Поговорим об упаковке. Помимо всего прочего, большую разницу в качестве вы увидите в упаковке духов. То есть, в самих флаконах. И дешевые, и дорогие духи, скорее всего, будут разлиты в стеклянные флаконы, тогда как упаковка более дорогих ароматов будет чаще всего иметь сложный дизайн. Например, крышка этого недорогого аромата сделана из дешевого пластика. И низкое качество крышки легко распознать на ощупь. При этом на флаконах ароматов более высокого класса вы увидите колпачки из металла. На этом флаконе Dior Sauvage пластиковая крышка. Но на ощупь кажется, что качество очень хорошее. В ней также встроены магниты, так что она закрывается на флаконе с характерным челчком. Все просто, более дорогие флаконы визуально и на ощупь кажутся более элитными. Все это является частью опыта использования аромата. Поговорим о брендинге. Без всякого сомнения, брендинг имеет огромное влияние на ценообразование. Элитные бренды будут тратить огромные деньги на рекламу, чтобы создать образ чего-то роскошного. Они часто используют для этого знаменитость, и все это довольно необоснованно. Давайте рассмотрим аромат Шанель номер пять. Это популярный женский аромат времен Великой Депрессии. Флаконы этих духов продавались менее чем за 30 долларов за штуку по теперешнему курсу. В 80-х эти духи оставались в низкой ценовой категории. Затем их стали позиционировать как элитный аромат, и сейчас они стоят свыше сотни долларов. Статусными стали Крид или Том Форд. Так они оказались в самом верхнем ценовом сегменте. Итак, какой аромат вы выберете? Дешевый или дорогой? По правде говоря, я бы не стал сильно беспокоиться по поводу цены. Просто найдите аромат, который вам понравится. Вы можете найти дешевые ароматы, которые пахнут потрясающе. Вы можете найти дорогие ароматы, которые вам придутся не по вкусу. Если вы только выбираете, попробуйте несколько недорогих ароматов, чтобы понять, что вам нравится. Не нужно покупать вслепую дорогой парфюм, чтобы убедиться, что вам он не нравится. В крайнем случае, купите несколько пробников, прежде чем приобретать полноценный флакон аромата, с которым вы будете чувствовать себя по-мужски, уверенно и сексуально. Теперь вы знаете разницу между дорогими и дешевыми ароматами. А как насчет вашей обуви? Посмотрите это видео, ребята, в нем я сравниваю три разных вида парадных туфеля.